Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На нем руководитель региона заслушал отчет о текущем состоянии дел по ряду ключевых направлений. Открывая совещание, Андрей Воробьев акцентировал внимание на качестве работы дорожных служб, которые задействованы в уборке снега как на транспортных магистралях, так и на придомовых территориях. Долгое время активно готовили технику и в разные годы в муниципалитеты доставляли ее для того, чтобы энергооснащенность всем необходимым техникой у нас была в достаточном количестве. Прошу обратить внимание глав еще раз на качество уборки территории. Понятно, что нужно максимально мобилизоваться и обращать внимание на обращения, жалобы, предложения граждан. Переходя к обсуждению следующей темы, губернатор рассказал, что ежедневно в регионе проводится порядка 35 тысяч анализов на COVID-19. Андрей Воробьев подчеркнул важность оперативного информирования жителей о результатах проведенного тестирования на наличие коронавирусной инфекции. В федеральном селекторе президент обратил внимание на скорость проведения тестов. В частности, было сказано, что 48 часов – это долго. Зная, что вы ввели новую опцию информирования о результатах ПЦР по СМС, об этом тоже прошу рассказывать и предупреждать жителей, что они получат информацию о результатах. Также на совещании обсудили ход реализации мероприятий по обеспечению прав граждан, участников долевого строительства. Андрей Воробьев сообщил, что в прошлом году 19 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получили ключи от квартир. Встреча с президентом мне была поставлена задача, нам была поставлена задача. В трехлетнем периоде все обманутые дольщики должны получить или компенсацию деньги, или комфортабельное благоустроенное жилье. В этом году будет выдано порядка 16,5 тысяч ключей. Это хорошо. Мы выполняем план и ставим задачу на следующий год выдать порядка еще 20 тысяч ключей. В список приоритетных объектов, по которым идет первоочередная работа, входит и жилой комплекс «Южное Видное», расположенный на территории Ленинского городского округа. Продолжение следует...